Я просто не хотела задавать себе этот вопрос, но я обязана его задать, потому что это самая часть вопроса. Думаю, ты уже догадалась, какой. А, уже знаю. Я не слышала, но я думаю, я уже знаю. Кавкав. В последней классе видажист приезжает и потом преподает, как надо правильно сделать макияж. Пиздец. Почему вы такие жадные, простите? Вот так вот. Всем привет! Настало время годного контента на ютубе. Впрочем, ничего нового. И сегодня у меня в гостях моя корейская подруга Кёнха. Кёнха живет в Корее, но при этом она знает русский. Да, знаю. Я живу в Корее. Я кореянка. И мы с Лисой познакомились три дня назад в Москве. Когда я была в Корее, подписчики Кёнхи писали тебе, что русская блогерша Лисы в Корее, да? Да, и Кёнха, Лиса приехала, встречайся, встречайся, Лисой. Но Лиса с Давидом заняты были, и они много кушали, поэтому не было времени. Вот, наконец, мы встречались в Москве. Я очень рада, что Лиса такая моя хорошая подружка. Лисачонок. Лисачонок? Это, кстати, мне Кёнха привезла футболку. Смотрите, какая. Витязь. В общем, сегодня я буду задавать в Кёнхе странные вопросы, которые связаны с Кореей, корейскими девушками и корейскими парнями. Кёнха будет на них вам отвечать. Кёнха, в свою очередь, будет задавать мне глупые вопросы со стороны Кореи, но в адрес русских девушек. Да. И России. Да. А, Юс. Почему в Корее так строго относятся к внешности? К внешности? Да. Ну, честно, я думала, в России более строго относятся, потому что у девушки надо ногти делать, это обязательно в России, кстати, в Корее не обязательно, а лестнице тоже надо делать. Высокие девушки одеваются каблуками. Общество есть такое, что осуждают по внешности, поэтому даже бывая пластинская операция для интервью, собеседования, для этого надо чисто выглядеть, есть специальная пластинская операция. То же самое опыта, тогда красивую девушку выбирают. То есть они будут из анкеты выбирать самого красивого человека по фотографии, да? Да. Чтобы пройти собеседование. Да, то же самое образование, то же самое опыта, тогда красивая девушка, да. Ух ты. Вот так вот. Теперь ты ей задавай вопрос. Мы приятели с Юном, да? Да. И он первый раз в России, и мы, конечно, сходили в русский ресторан. Да. Я хотела показать ему такое интересное блюдо, и он попробовал. Он заказал три блюда. Так? Да. И Упитян подошел и сказал, а вы это все будете заказать? И он сказал, да, потому что русская порция слишком маленькая. Ты была в Корее, а ты не чувствовала это? Да, я чувствовала. Когда мы были в Корее, действительно, это, можно сказать, одно блюдо, и его на двоих более чем хватит, потому что они приносят вот прям вот такую вот огроменную порцию. Да, я тоже, когда самозаказываю, я две порции заказываю в России. Почему у вас такая маленькая порция? Почему вы такие жадные, простите? Это без обид. Без обид. Не, на самом деле, конечно, мы не жадные, но я просто думаю, что мы, в принципе, привыкли есть разнообразные блюда. То есть, поэтому, да, специально дают не очень большие порции, чтобы ты заказал себе что-то еще. Ну, во-первых, потому что это, конечно, больше денег, потому что больше шансов, что ты ничего наешься. А прежде всего, как можно больше, если ты заметила, у нас очень много разной кухни, то есть у нас русской даже не так много, в отличие от любой другой, поэтому, мне кажется, это тоже с этим частично связано. Да, очень-очень нам нравится блюдо, это, которое нет в Корее, гречка, тоже нет в Корее, и селедка по-шему, мы даже не думали, представили, из рыбы можно делать салат. Да, ну, сейчас я люблю, даже салат могу есть, но он вообще когда нюхает, а он говорит, а-а-а-а, да, вот так. Правда ли, раз уж мы начали говорить про еду, что в Корее нет нормального сыра? Да, у нас нет нормального сыра, мы, я вся жизнь думала, что у нас нормальный сыр, но у нас, у нас только один тип сыра бывает, квадратный, это называется ангпанг, ну, это ангпанг, да, ангпанг. Я не могла есть сыр, потому что это слишком жирный, а я не знаю, почему вы едите это, но сейчас очень вкусно, потому что творог, тоже не могла есть. А, это тоже сыр, считается? А, нет, это, что такое творог вообще, это молочная, кисломолочная какая-то штука, я не знаю, как это сказать, но это не сыр, это совсем не сыр. Ну, у нас сыр, молочные продукты вообще мало, потому что, не знаю, одесская сторона, наверное, мы не придумали из коробки делать сыр, просто мы жарили, варили и все делали, но да, поэтому у нас сыр такое. И кефир тоже мы не можем принимать, да. То есть у вас с кисломолочными продуктами не очень большой выбор? Ваши нету. У нас, ну, кстати, у нас в супермаркете появился кефир, это очень сладкий, и как йогурт для вас. А, ну да, мы в своем стиле переделали. А, еще, мы приезжали в Россию, и из аэропорта мы ехали в гостиницу. Пиздец. Почему у вас пробка такая ужасная? У вас вообще бегать это быстрее. Да. Поэтому я остановилась, просто, а, простите, я буду бегать, извините, и вы пошлите, и я просто так гуляла, так быстрее. Почему? Ну, на самом деле у нас очень-очень большая загруженность города, конкретно в Москве, слишком много живет людей, но при этом общественный транспорт у нас очень плохо развит. Поэтому люди, если есть возможность покупать машину, они предпочитают покупать машину, и из-за этого, да, у нас полная одна дорога. У тебя была в нашем метро? Да, мы вчера первый раз попробовали, и страшно было, потому что это слишком быстро идет. Ты, эскалатор, ты крыбила? Да, мы были. У нас очень спокойно, медленно, даже безопасно, у вас просто бам-бам-бам, и очень глубоко, аттракционная, американская горка, да, и еще двери. А, да. Осторожно двери закрывать, да, это реально надо осторожно. У вас просто бам-бам. В корейских школах, правда, все так, как в дарамах, есть ли у вас издевательства в школе? У нас бывает издевательство, но раньше очень часто бывало, но уже это по закону запрещено. И раньше даже учительницы били детей. Да ладно? Да, у нас это нормально было. Но сейчас уже тоже запрещено. Но дурами, это очень странно, потому что я когда ходила в школу, мы не могли красить волос, и у меня режим школы, это 30 сантиметров волос от ушей. Ни прическу не можешь делать, ни косметику не можешь, ничего делать. А, у косметики вообще нельзя. Если у тебя чуть-чуть больше, да, чем 3 сантиметра, тогда у детей, они сразу просто в школе отрежали. Ничего себе, а сегодня как? А сегодня уже нормально, но красить, я думаю, нельзя. Дурами еще как это любопытно, очень красиво. Ну, не, у нас дети сильно учатся. Понятно. Да. Интересно, это тоже о метро. У нас в корейском метро есть торговый центр, красивый магазинник, красивые одежды и туалет, мусорки. А где у вас это все находится? У нас в метро, как таковых, туалетов нет. То есть они есть, но только на очень малом количестве станции. Надо терпеть? Ой, это очень-очень не человек. Это не человек. А мусорки? Мусорки тоже, тащи свой мусор с собой, зато у нас на поверхности их много. На самом деле, многие выбрасывают и оставляют мусор прямо в вагонах. А кто убирает? Есть человек, который убирает, да? Да, на самых последних станциях обязательно проверяют и все лишнее убирают. У нас в переходах, как и у вас, тоже были магазины, но они у нас были совсем другого качества. Там продавался прям очень плохой товар. Там была очень, ну, криминальная атмосфера, несмотря на всю эту торговлю. Поэтому ее решили буквально, наверное, сколько лет? Пять назад практически везде полностью убрать. Правда, что все девочки в Корее красятся и не могут выйти на улицу без макияжа? Есть девочки, которые не красятся, но это очень мало. И красить для нас считается как уважение. Это как уважение к другому человеку, да? Ну, есть еще за красоту. Потому что все красят девочки, и они умеют красить. Если ты красила, то я тоже хочу красить. Если ты закончишь школу, да? Да. В школе запрещено красить. Тогда, ну, в последней классе, визажист приезжает. И потом преподает, как надо правильно делать макияж. Да. Да, еще есть у нас в университете как предмет. Это тоже чуть-чуть странные, глупые вопросы, да? Просто когда я училась в школе, и еще даже в университете, мужчин больше, чем женщин, еще даже на работе. Например, у нас в школе обычно студенты обучают 40 школьников. В одном классе 40 человек в школе. Да, в одном классе. И там 27, это мальчики были, а остальные девочки были. А в России наоборот, девушки больше, да? Да. А почему в России так женщин больше? Смотри, во-первых, я хочу спросить у моих подписчиков. Вот вы когда учились в школе, или если вы сейчас учитесь в школе, сколько у вас вообще человек в классе? Потому что когда я училась, у нас в среднем было в классе, ну, человек 20. Кстати, байбала 60. 60? Да. В классе 60 человек. Целый университет. Да, у вас. Целый курс. У вас такой маленький, школьники. Да, мало количества. Мы вчера ели моряники, да. И это реально странно. Почему бы вы туда положите ягоды и творог? Есть два вида этого блюда. Вареники и пельмени. Пельмени это с мясом. Это может быть мясо курицы. Мясо... мясо. Мясо, мясо. Мясо, мясо. Вот. А вареники это все остальное. В варениках могут быть грибы, может быть картошка, может быть клубника, может быть там вообще все, что ходит. Я просто не хотела задавать себе этот вопрос, но я обязана его задать, потому что это самая часть вопроса. Думаю, ты же догадалась какой? А, уже знаю. Я не слышала, но я думаю, я уже знаю. Кавкав? Да, да. Едят. Собак. В Петербурге училась. Да. И там какое-то мероприятие было, корейское блюдо. И я там продавала хоток. Конечно, если свинина. Но русские люди, они просто очень длинно стояли. А я сказала, ну я кодоварю. А, девушка, это мясо и собак. Я сказала, нет, но они ушли. Они просто очень стояли, потому что они думали, что я продаю хот-дог мясо и собаке. То есть из-за того, что ты кореянка, они думали, что твой хот-дог это вертся? Да. Ну расскажу. Сейчас в Корее запрещу. Есть собак. И у нас очень мало кто едят. Но есть, конечно, которые старенькие. У нас молодые люди вообще практически не едят. Да. И еще очень трудно найти, где продается собачье мясо. Но собаку я тоже не пробовала. Это не главное блюдо. Не думайте, мы любим собаку, кошку. Расскажи про отношения. Во-первых, может ли иностранница или иностранка построить отношения с корейцем? Или у вас это все-таки не очень принято? Это первое. И во сколько обычно лет в Корее выходят замуж? У нас наоборот. Если в России русские девушки просто ждут, а парни подают к девушке. О, девушка такая красивая, можно с вами познакомиться? У нас наоборот в Корее. Иностранцы есть в клубе или баре. Тогда кореянки просто так смотрят и подойдут. Я далеко видела вас. Мне очень интересно с вами общаться. Можно с вами пообщаться или у вас есть телефон номер? Девушки подойдут. У нас очень многие кореянки стали встретиться с иностранцами. Тоже с русскими много. И обычно это с американцами. Потому что у нас американцев очень много в Корее. И раньше корейские родители, они думали, как ты смеешь выходить замуж за иностранцами, как я могу с ним общаться на английском, я не знаю языка. Но сейчас уже открыто. Открыто? Да, открыто, да. То есть сейчас, если девчонка поедет в Корею, она может там начать встречаться с парнем, и никакой проблемы, ну, по сути, не будет, да? Да, вообще очень многие встречаются, да. Сейчас вообще модно жениться. Жениться 37, а девушке 33 или 34, это считается очень нормально. Понятно. А когда вы рожаете детей? То есть если вы в среднем женитесь где-то 35-37 лет? Да, рожаю, да. А рожаете когда в средний возраст? 35 или 36. А то есть вы как замуж выходите, вы, в принципе, сразу начинаете думать о рождении детей, да? Да, ну, моя подружка, она рожала в больнице, и самая молодая женщина была 30 лет. Самая молодая женщина? Да, самая молодая женщина, да. Кен, спасибо тебе большое, что пришла ко мне на канал. Лиза тоже. Я очень рада, что с Лизой встречилась. Еще мы будем дружиться больше, больше, да. И обязательно подписывайтесь на канал Кенхи. Я оставлю вам ссылки на нее, ее инстаграм и ее ютуб. Все вы это сможете там найти. И, конечно же, мы будем снимать совместное видео для ее канала. Так что переходите. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Пока-пока. Спокинуки, чебуки. Ли хорошего дня.